Добро пожаловать на канал Цвет Настроения. В советское время актриса Наталья Фатеева считалась одной из первых красавиц отечественных кинематографов. Актриса была очень популярна, сыграв в множество ролей в кинотеатре. И, конечно, Наталья Фатеева пользовалась неизменным успехом представителей сильной половины человечества. Надо заметить, что несмотря на то, что Фатеева предпринимала несколько попыток построить семейное счастье, но при этом с личной жизнью у нее так и не сложилось. Все мои браки были примерно одинаковой продолжительности. Три года люблю, два года терплю, пятилетка, все по-советски, как-то в одном из интервью призналась актриса. Тем не менее, у Натальи Фатеева есть двое детей. Сын Владимир от брака с режиссером Владимиром Басовым и дочь Наталья, а третьего мужа летчика-космонавта Бориса Егорова. Но, как оказалось, собственные дети интересовали актрису куда меньше карьеры. Детцы они были обделены вниманием матери. Но и по прошествии стольких лет, когда они уже стали взрослыми, отношения с матерью у них по-прежнему остаются. Сын Фатеевой Владимир Басов объясняет это особым складом характера матери. Она такой человек, она отдалилась от своих друзей, детей, внуков. Ей комфортно жить самой собой, все. И чтобы никого не было вокруг, ей так удобно. Она вообще достаточно безразлично относится к людям. И кроме того, как выяснилось, у Фатеевой есть 37-летний внук Евгений Коробцов, которого актриса никогда не видела. И так как мужчина никогда не встречался с легендарной бабушкой, она для него абсолютно чужой человек. Как оказалось, дочь актрисы Наталья родила сына Евгения, когда ей было всего 16 лет. У Наташи случилась первая любовь с 19-летним Максимом Коробцовым, сыном известного оператора Михаила Дмитриевича Коробцова. Завязался страстный юношеский роман, в результате которого девушка забеременела. Признаться матери в том, что она ждет ребенка, Наташа не могла. Правда, сплыла наружу, когда скрыть уже интересное положение было невозможно. Тогда Фатеева сразу же предупредила, никаких младенцев она в своем доме не потерпит. И настояла на том, чтобы дочь в роддоме написала отказ от малыша и оставила его в доме малютки. Молодой отец в то время находился в армии и о рождении ребенка даже не догадывался. Он узнал о том, что стал отцом через время от Владимира Басова, после чего Максим захотел жениться на Натали. Поговаривают, что Фатеева не позволила дочери выйти замуж. Родители Максима тоже узнали, что стали бабушкой и дедушкой и забрали внука из дома малютки. Они усыновили мальчика и воспитали его как родного сына. Правда, о своем появлении на свет Евгений Коробцов узнал уже после своего совершеннолетия. Евгений пошел по стопам своего легендарного деда, заменившего ему отца. Он стал кинооператором и уже успел принять участие в съемках 15 фильмов и сериалов. Мужчина женат, он воспитывает двоих детей. И кажется, что все у него в жизни сложилось. Только вот в ней нет места для двух женщин, родных по крови, но совершенно чужих, матери и бабушки. Они ведь не только отказались от него, но даже не интересовались никогда его судьбой. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Цвет настроения. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!